Вечер добрый, друзья! Сегодня у нас прямая трансляция 9 вечера Ну, чуть-чуть раньше Да, 9 вечера Вконтакте Рад с вами пообщаться Антон, привет, все дорогой Ответить на ваши вопросы Если таковые будут Некоторые задавали вопрос Как Я съездил Милостью Божию На Афон, Грецию Все замечательно, спаси Господи Дай Бог здоровья тем людям Которые мне сделали этот изумительнейший подарок Много им и благая лето Конечно, Афон это изумительное место Где Сугубо Проходит молитва Сугубо труд Духовный Льется Таким добрым потоком Это место, где много монастырей Мужских монастырей Потому что вы знаете, что на Афоне Женщины не имеют права пребывать Даже есть уголовная ответственность за это Что еще сказать Афон Это один из уделов Божией Матери Который она посещает Ну, наверное, каждый мужчина По возможности должен посетить это святое место Повторюсь Вот сегодня я ввел трансляцию в Одноклассниках На группе Батюшка онлайн И вот там и сказал, и здесь скажу Один из монахов, который сейчас живет на горе Афонской Он говорит, что я приехал на три дня А остался на семь лет И вот сейчас он до сих пор на горе С другим монахом мы пересеклись на горе Афонской Который имел огромный бизнес в Лондоне Который владеет пятью языками И после того, как он понял, что в этой жизни Он чуть ли не попробовал все И чувствовал пустоту Такая у него жизненная тяжелая ситуация оказалась Несмотря на то, что часто мы говорим Что жизненные тяжелые обстоятельства Это кто-то пьет, разбойничает, безденежит Вот оказывается, и такая может тяжелая жизненная ситуация У человека И, естественно, эту пустоту он хотел заполнить И приехал на Афон, помолившись Успокоился душою И все отдал детям своим Что-то продал, раздал нуждающимся И вот пришел на Афон И уже несколько десятков лет В одном из монастырей Афона Еще раз напомню, что Афон Это двадцать монастырей И девять даже более скитов Которые заполнены монахами Один из хороших, таких больших монастырей Это наш русский монастырь в Святом Пантелеймона Ты че говоришь, старый? Не знаю, кто-то вопрос задали Почему старый? Не знаю, к чему этот вопрос, честно говоря Старый не... Ну, не буду Старый, не старый Кто старый, поясните Может быть, я в чем-то и оговорился Вот, ну, давайте, мои друзья Если есть вопросы, я отвечу на несколько вопросов И будем... Я старый Ну, может быть, и старый Так, Аллах и старый Ну, не, не, давайте Не будем в конфликт вступать Это не к тому Нужно все-таки возлюбить Ближнего своего, как самого себя Поэтому тут Господь для всех пришел И для всех народов И всех языков Поэтому Кто увидит Господа Тот и спасет свою душу Так, Константина Куда вы направляетесь? Я приехал на встречу Жду Когда Уже Освободятся люди Ну, встречи Рабочая встреча, скажем так Духовная Которую я долго ждал Вопросы Может быть, какие-то вас беспокоят Буду рад ответить Потому что эфир будет сегодня у нас недолгий Алексей, привет, все, дорогой Надо нам будет с тобой созвониться Буду У меня есть, что тебе сказать Итак, друзья Задавайте вопрос На самом деле, вопросов очень много задают На которых не всегда, даже сам нахожу сразу ответ Приходится образовываться Это очень замечательно Вечер Добр, расскажите Можно ли читать Канун Покаянный Просто так Без причастия Да, конечно, можно В каких случаях мы его читаем Конечно, в первую очередь Когда, допустим, священник Благоставляет по какой-то причине Из-за какого-то греха Или же по потребности души Канун Покаянный Он побуждает нас К такому сокрушению Сердца о наших грехах У меня в детстве был часто сон Мне казалось, что он был непросто И до сих пор мучает Мне снится капуста Которая росла посреди чистого ручейка Снилась каждый день Ну, честно говоря, я не толкователь Но сегодня тоже в одноклассниках По снам вопросы задавали Но Знаете, сон Как еще раз процитирую Иоанна Кроштадского Сон – это отображение Нашего внутреннего состояния Может быть, где-то Нужно более предисловия Пообщаться нам Чтобы понять В чем причина Этого сна Потому что Если так часто Как вы говорите То Может быть Какой-то есть и духовный смысл В этом Так Сейчас секунду Тут пробежались Что это может Значит Значит Вода всегда Это хорошо Так А что такое Канон Канон – это Молитвословие Это свод Молитвы Которые делятся На Икосы Ирмасы И Которые Передают И историческое Значение Смотря О чем мы читаем Если допустим Молимся Святому Там И как бы Прошение И какое-то Историческое Событие Из жизни Святого И Благодарственная Есть молитва То есть Это свод Молитв Да я Батюшка Можно Я тебе Три вопроса Дам Да конечно Пожалуйста Задавайте Какие молитвы Нельзя читать Миряна Я думаю Если это В молитвословах То Все молитвы Можно читать Потому что Тайны молитвы Которые у нас есть В наших Книгах Богослужебных Вы их не найдете В обычных Молитвословах Поэтому можете Не переживать Молитвы Можно все читать По необходимости Желательно По Благословению Священника Храним Бог Спасибо Христос Бог Да Можно процитировать Когда К Христу Пришли ученики Они его спрашивают Где отец Покажи нам отца Он говорит Что Сколько я был с вами А вы меня Так И не видели Кто видел меня Тот видел и отца Потому что Отец во мне Я в отце То есть Едино Они едины Да много Можно чего Господь И Отец Небес И Сам В Священном Писании Мы читаем Как он Говорит Что это Сын мой Возлюблен Мне уже благоволить Это во время Крещения Это во время Преображения Масу Когда мы Можем Прочитать Что Говорится Что это Сын Его Так Вопрос Бог Врет Бог Не может Врать Бог Безгрешен А вранье Это Грех Так Далее Друзья мои Задавайте Пожалуйста Вопрос Потому что У меня минут Десять Еще Третий Вопрос Бог Все Знает Понимаете Давайте Вообще Просто Задумаемся Кто Бог Это Предвечный Создатель Всего Видимого И невидимого Мира Если Есть И были Святые Прозорливые Которые Где-то Будущее Наше Видят В разных Интерпретациях Как мы Выберем Свой Путь Прямо Пойдем Право Лево Скажем Так То Если Человеку Это Возможно То Тем Паче Это Возможно Богу Есть Такие Люди Их Называют Прозорливые Которым Господь Открывает Что Будет Дальше С Человеком Поэтому Бог Все Знает И мысли И душевное Состояние Можно Привести Некоторые Цитаты Священного Писания Когда Иисуса Христа Спросили Когда Будет Конец Света Что Он Сказал Я Понял О чем Вы говорите Он Сказал Что Не знаю Ни дня Ни час А только Отец Мой Но Если Мы Говорим Что Он Бог То Естественно Он Знал Но Как Можно Ответь На Этот Вопрос Если Бы Господь Сказал Допустим Через 3000 Лет То Не Было У нас Постоянно Сдерживающего Фактора Что Не нужно Грешить Потому Что Это Может Коснуться Скажем Пришествия Христа И меня Ведь Каждая Эпоха Каждая Эпохи Ждали Конца Света Скажем Так И Сейчас Есть Такие Которые Порой Нагнетают Что Вот Конец Света Возьмите Хотя Б Который Фильм 12 12 Или Ну Фильм Катастрофа И Все Люди Побежали В храм Сразу Баешь Какая Ни Света Что Нам Делать В таком В депрессию Все Повпадали Что Просто Это Да Это по-моему Фильм 2012 По-моему Был Вот Ну и Что В итоге Господь Ответвегает Наше Время Дает Нам Жизнь Покаяться Добродетели Сотворить Как Можно Больше Чтобы Мы не Жили Животным Миром Что Значит Он Не Бог Бог Конечно Бог Так Мага Ты Себе Так Убеждаешь Что Христос Не Бог Да Иса Мир Ему Был Посланником Аллах Ах Аллаха Ну Я скажу Так Меня часто Спрашивают Как я Отношусь К мусульманам Отношусь К ним Ровно Как К обычным Людям А то Что Они Христа Признают Как Пророка Но не Как Бога Это Их Частное Мнение Может Быть Это Заблуждается Но Тем не менее Они Хотя бы Признают Христа Некоторые Вообще Его Отрицают Хотя Исторически Невозможно Отрицать Этого Так Христос Бог Да Точнее Бог Я вас Единственное Что попрошу Бог Нужно Писать С большой Бок Если Мы Не Говорим О Каких То Языческих Богах Там О Греческом Пантеизме Там Всякие Меркурии И Жизними То Это Конечно С маленькой Буквой Если Мы О Христе О Творце Небесном И всего Видимо Невидимого Мира Нужно Конечно Писать Большую Букву 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 Пришли Он 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 Сказал Что Будет Время Что Лучше Женщинам Не Родить И Массу Другого Он Сказал Это Также Можно Священном Писании Прочитать Но На тот Момент Он Сказал Что Лучше Вам Этого Не Знать Понимаете Поэтому Мы Пытаемся Из пальца Проблем Высоцать На самом Деле Мы Ищем Везде Но Не В себе Все Виноваты Но Только Не Мы Надо Начинать С С С С С Одно Дело Врать А Другое Дело Умолчать Это Разные Вещи Так У Меня Три Минуты Осталось Если Можно Еще Вопрос Задайте По Делу Так Рисурс Что Мне Никто Не Знает Только Отец Мой Вот Представьте Так Хорошо Есть Смотрите Вот Мы Находимся В одной Комнате Семья К примеру Вот Папа Что-то Сказал Сын Это Услышал Но Допустим Говорят Ссоры Из избы Не выносят Ну Может быть Это Не Совсем К этому Месту Но Тем Тем Не Не Все Нельзя Рассказывать Да К примеру Вот Сын Выходит И Он Начинает Допраш А что Тебе Папа Сказал А Папа Говорит Не Надо Этого Говорить Потому Что Это Внутренние Наши Семейные Разговоры Батюшка Благословите Скажите Пожалуйста Нужно Нужно Брать Благословение У священника Чтобы Ночью Читать Молит Престой Богородице Вот Уже Несколько Раз Я Просыпаюсь В 3 часа Ночи От Того Что Что Но Пока Вы пишете А чего Вы просыпаетесь Вообще Конечно Ночью Молиться Можно Но Очень Осторожно Если Священник Духовник Благословит Вас Конечно Можем Помолиться Но Опять Если Это Бессонница Для Успокоения Души А Вообще Надо Стараться Спать Когда У нас Бессонница Мы Молимся Семьим Атракам Севастийским Пророки Говорят Что Уже Последние Годы Все Подряд Греческий Старцы Самый Звездный Пестик Сказал Что После Война Россия Из Турции Третья Мировая Секундочку И Конец Света Может Быть Но Опять Скажем Так Что Иоанн Златоуз Говорил Когда Будет Конец Света Тем Не Менее Господь Отодвигал Это Событие Господь По Милости Своей Отодвигает Эти Времена Поверь И Католика Потому Собор 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 Состоялся Почитайте Историю Там Все Были Католики Делегаты И Всех То есть Это Общий Собор Вселенской Но Если Мы Берем Конкретно Православные Соборы Они Имеют Место Быть Потому Что Они Очень Давно Не Составлялись И Есть Какие-то Различия В Тех Или Иных Вещах Должно Быть Церкви Все Единообразно Но Восьмого Собора Еще Не Было Пожалуйста Не Мудруйте Потому Что Это Фундаментальный Вопрос Мимо Любого Православного Человека Который Не Пройдет И Вы В том Числе Будете Соучастны Этому Собору Потому Что Вы Часть Церкви Так Да Евангелие Проповедует По Всем Мерих Иисус сказал Что Должен Проповед Евангелие Православные Церкви Есть почти В каждом Стране Мира Есть Иванские Проповеденные По всей Народу Вы Ошибаетесь Батюшка Не Могу Ошибаться Во-первых Католики Не Нужны Там Нужны Не Нужны Это Второстепенный Момент Вы Знаете Вот Вы Меня Просили Поинтересоваться Попросить Насколько Я Помню Никита По Со Старцем Так называемым Рафаилом Берестовым Пообщаться Но Скажем так Как старца Его вообще На Афоне Не знают И многие Вообще О нем Не слышали А вот Именно Что Со старцем Я имел Слава Тебе Господь Честь Пообщаться Который Прозорливый Который Просто Из толпы Меня позвал Не зная Меня По имени Вот Много Вопросов Я задал Которые Конечно Не буду Озвучить В том числе И всякого рода ИНН И тому подобное О тех же самых И католиках И разных И встречах Патриарха И тому подобное Поэтому Есть такие Святой жизни Люди Которым Господь Много Открыл Так Почему нельзя Молиться Ночью Ну есть Определенность Скажем так Время Когда нам Нужно отдыхать И спать Это первое Это второй момент Это определенный Подвиг Понимаете Который Может Не без искушения Пройти Но в принципе Это Молиться Всегда Хорошо Но на это Надо брать Благословение Ну да Суеты Нет Хорошо Что Ну если Вас священник Благословил Почему бы Нет Так Во-вторых Все говорят О том Что конец Света А собор Курупный Был Так что Это восьмой Да не мог он Быть вселенским Вы понимаете Без В том числе Моего решения Моего мнения Вселенский собор Не мог Состояться Так же Как любого Другого Священника Это Собор Собор Подразумевает Полноту Всей церкви Ну Друзья мои Я благодарю вас За вопросы За ваше мнение Высказывания В следующее Воскресенье Мы с вами Так же Встретимся В девять Вечера Надеюсь Вы зададите Свои Вопросы Которые Подготовите Я рад Был Уделить Вам Время Храни Вас Господь С вами был Священник Константин Мальцев Прошу Вас По возможности Подписаться На канал На ютубе Который Я пытаюсь Развивать С вашей помощью Которой Можно найти Забив Православный Ютуб канал Боголюб Может быть И там Из каких-то Сюжетов Материалов Вы найдете Для себя Ответы В ближайшее Время Я Смонтирую Поездку Свою на Афон По святым местам Вы посмотрите Как и что Некоторые Исторические Моменты Озвучу Храни вас Господь Милости Божьей Смонтирую 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 Смонтирую